Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Получить информацию из первых уст. Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Отрадный встретился с семьями военнослужащих участников СВО. В 2023 году цены на новые автомобили выросли на 13%. Старые подросли в цене на 9. Во сколько сейчас обойдется покупка авто? В субботу работники торговли отпразднуют свой профессиональный праздник. Накануне в торжественной обстановке их поздравили городские власти. Помогут горожанам приобщиться к высокому. В оздоровительном центре «Заря» началась профильная смена волонтера культуры. 23 июля в Самаре пройдет международная матчевая встреча «Бокс на Волге» между командами России и Сербии. Что ожидает зрителей? Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Отрадный встретился с семьями военнослужащих участников СВО, чтобы обсудить волнующие их вопросы, а также проконтролировать, как в городе работает система поддержки семей бойцов в целом. С первых дней проведения специальной военной операции губернатор находится на связи с бойцами и их родными. Своевременную поддержку и контроль отработки обращений обеспечивает система социальных паспортов семей военнослужащих, которая была реализована Самарской областью первой среди регионов страны. На встречу с Дмитрием Азаровым пришли от Раднинцы участники клуба «Надежный тыл». Поначалу жены, сестры, матери бойцов объединились, чтобы морально поддерживать друг друга. Затем решили, что поддержка должна быть полезной для бойцов. Так они стали плести маскировочные сети, заготавливать армейский душ. В планах изготовление сухих борщей и супов. Глава региона записал все обращения и подчеркнул, для него было очень важно получить информацию из первых уст. В Самаре появятся новые заправки на газомоторном топливе. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором «Газпром» газомоторное топливо Денисом Корниенко. Во встрече также приняли участие руководители профильных министерств, а также ряды городов и муниципалитетов области. Стороны обсудили развитие инфраструктуры для потребителей газомоторного топлива. Это как обычные автомобилисты, так и транспортные компании, в том числе осуществляющие пассажирские перевозки. Денис Корниенко отметил, что сейчас таких заправок 9, две из них в областном центре. В планах построить еще. Губернатор подчеркнул, важно проработать места их расположения так, чтобы они были удобны как общественному транспорту на газомоторном топливе, так и автомобилистам. Дмитрий Азаров поручил отработать все технические вопросы по определению таких участков. Кроме того, необходимо наметить места перспективного строительства заправок и на региональных дорогах. С 2020 года по инициативе главы региона установлены льготы по уплате транспортного налога в бюджет Самарской области для организации физических лиц, чей транспорт частично либо полностью переведен на ГМТ. Например, для тех, кто пользуется только этим видом топлива, в регионе действует полное освобождение от транспортного налога. В этом году средняя цена на новый легковой автомобиль в России составляет 2,6 млн рублей. Это на 13,5% больше, чем в прошлом году. Цены выросли и на поддержанные машины. БУ автомобиль стоит в среднем от 1,3 млн до 3 млн рублей, что на 9% больше, чем в 2022 году. Причем дилеры уже повысили цены на новые автомобили в этом месяце. Это связано с ослаблением курса рубля. Продолжается подготовка Самары к отопительному сезону. О ходе работ по перекладке коммуникаций представители подрядных организаций отчитались на еженедельном заседании профильного штаба в Департаменте городского хозяйства и экологии. Оно прошло под председательством первого заместителя главы города Владимира Василенко. На двух объектах по улице Шестаковича и Льва Толстого работы уже завершены. Такие теплотрассы есть на улице Куйбышева, на улице Алексея Толстого и на Волжском проспекте. По Волжскому проспекту я думаю, что мы их выполним до 5 августа в данной ситуации, чтобы заделать вскрытие. По объекту, который по Куйбышево, ну понятно, что он очень сложный и длинный. Мы сейчас скрываем уже вторую захватку, это от Ленинградской до Некрасовской, вот этот кусок по Куйбышево. А от Ленинградской в сторону площади Революцию уже в принципе отдаем под заделку вскрытия. Все штаты идут, часть объектов идут с обережением графика. Усиление работ требует участки по улице Корякиной 9 мая, а также на Советской армии. Рассматривается включение в список двух новых объектов по Маломосковской на пересечении с проспектом Масленниково и в поселке Зубчининовка в районе улицы Магистральной. Относительно этих объектов ресурсоснабжающая организация ждет согласование со столичным офисом. Самые трудоемкие работы, в том числе сопряженные с переходом через проезжую часть, как правило, планируются под выходные дни, когда трафик на дорогах не столь напряженный. К ближайшим выходным временные ограничения движения транспорта ожидаются на Каховской и нескольких других участках. С понедельника планируется ввести временные ограничения движения в районе Самарской ТЭЦ. По словам первого вице-мэра, маршрутов общественного транспорта в этой локации нет, но автомобилистам придется ехать в объезд. Помимо подготовки к коммуникации, участники заседания обсудили вопросы будущего подключения к теплу в учреждении здравоохранения, образования, культуры и спорта. Профильные службы делают все, чтобы учреждения и жилые дома в городе встретили осенние холода с теплом в батареях. В преддверии голосования на выборах губернатора Самарской области и депутатов представительных органов в отдельных муниципальных образованиях области, в Самаре продолжает работать общественный штаб по независимому общественному наблюдению. На очередном заседании штаба обсудили вопросы взаимодействия региональных штабов по всей стране. Затронули также тему предупреждения фейков. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. Ввести в заблуждение избирателя и повлиять на его мнение при помощи искусственно созданных обстоятельств – пример недобросовестного введения избирательной кампании. В ход идут современные технологии и методы психологического воздействия. О фейках на выборах, их разновидностях и способах борьбы с ними говорили на заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году. Речь идет о придании каким-либо обстоятельствам тех характеристик, которые не соответствуют действительности и дают человеку ложные направления оценки событий, явлений. А если речь идет о выборах, то это, конечно, тех отношений в избирательных процессах, которые связаны прежде всего с формированием убежденности у избирателя в неких достоинствах кого-либо, либо наоборот. Чтобы не принимать за чистую монету то, что на самом деле таковым не является, важно уметь распознавать такую информацию и убирать ее из общего информационного потока. На помощь избирателям приходят опытные юристы, политологи. Сегодня против нас работают очень серьезные силы. Это силы профессиональные, это силы, организованные, имеющие очень серьезные, глубокие и проверенные сетки, в том числе и в телеграм-каналах. То есть те возможности, которым предоставляет информационное поле для распространения, так называемого, разгона информации. Поэтому мы, конечно, предупрежден, значит вооружен. Поэтому мы сегодня постараемся предохранить наших жителей от той грязи, которая может политься в их, так сказать, информационное поле. В ходе заседания штаба на связь с Самарой вышли коллеги из общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Московской области и Общественной палаты Российской Федерации. Участники ВКС-встречи обменялись опытом подготовки независимых общественных наблюдателей и обсудили особенности работы с фейковой информацией. Считанные недели остались до выборов, а в жизни Самарской области это, конечно, выборы определяющие, высшее должностное лицо, а, между прочим, это репетиция и для вас, и для наших врагов. К сожалению, репетиция перед выборами основными – март 24-го года, выборы президента. И очень важно достойно пройти и сентябрь, подготовиться и достойно пройти март. В этом году в состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба назначен Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседателями стали президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Игорь Казановский, события. В Самаре в преддверии профессионального праздника поздравили работников торговли. На торжественном мероприятии вручили благодарственные письма от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова тем предпринимателям, которые не только успешно ведут свой бизнес, но и активную социальную работу. Подробности в нашем сюжете. Предприниматель Ирина Альбахтова получает благодарственное письмо губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за свою работу. Уже 20 лет она управляет магазином автозапчастей в Клявлинском районе. За это время сложились доверительные отношения с огромным количеством клиентов. Магазин обслуживает и машины спецслужб района. Ирина признается, чтобы успешно работать, нужно к покупателям относиться честно, уважительно и с душой. Для меня это большая честь. И приятно, как бы, я не знаю, волнительно ощущать себя маленькой частичкой во всем этом большом, глобальном. Таких же успешно работающих в сфере торговли награждали на сцене КРЦ «Звезда» в преддверии празднования Дня работника торговли. Многие из них не только развивают свои торговые точки, но и ведут активную социальную работу, помогая ветеранам и пенсионерам, участникам СВО и членам их семей, а также различным волонтерским движениям и общественным организациям. Самара испокон веков была купеческой Самарой, так ее называли. Благодаря тем предприимчивым людям, которые жили на заре, так скажем, становления нашего города, наш город сейчас процветает, и мы гордимся этим наследием и продолжаем его развивать. Торговая отрасль – одна из самых динамично развивающихся в регионе. Поддержка местных производителей товаров и услуг и предпринимателей – одно из важных направлений работы губернатора Дмитрия Азарова и правительства области. Оборот розничной торговли составляет пятую часть от всего денежного оборота региона. Мы чествуем, безусловно, всех причастных к этому событию. Но вообще торговля, безусловно, всегда играла очень важную роль в экономике нашего города и страны в целом. А с приходом рыночных отношений профессия торгового работника стала наиболее востребованной и популярной. В подарок к профессиональному празднику для всех гостей торжества подготовили праздничную концертную программу с вокальными и танцевальными номерами. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В России разрабатывается новый проект по созданию обувного кластера. Цель – увеличить долю отечественного производства обуви до 30%, тогда как сейчас доля отечественного производства – 20%. Инициативу готов поддержать Минпромторг. Например, ведомство может предоставить крупные льготы для компаний, работающих в кластере. В объединение планируется включить три региона – Дагестан, Ростов-на-Дону и Подмосковье. Такой выбор объясняется тем, что эти субъекты традиционно специализировались на обувной промышленности. Дагестан и Ростов-на-Дону уже развиваются как обувные центры. Правда, там расположены небольшие производства, но они имеют потенциал для развития и при правильной поддержке могут кратно увеличить свои обороты. Теперь хакеры используют российские системы удаленного доступа для совершения атак на компании. Это произошло после отказа отечественного бизнеса от использования иностранного ПО. Злоумышленники делают это для того, чтобы оставаться незамеченными в инфраструктуре бизнеса. Например, эксперты в последнее время все чаще фиксируют хакерские атаки на гостиничный бизнес. Чаще всего хакеры рассылают представителям компании электронные письма с фишинговыми ссылками. Сообщение приходит якобы от компании «Федеральный гостиничный сервис», которая занимается передачей сведений о регистрации и данных для миграционного учета в МВД. В письме содержится просьба перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с якобы вступившими в силу изменениями в процедуре регистрации. Если сотрудник откроет вредоносную ссылку на его рабочее устройство, устанавливается расширение для удаленного доступа «Ассистент». Это программа, которую в бизнес-целях используют разные компании. С помощью расширения хакера получают управление с компрометированной системой, что позволяет им красть данные и даже деньги у компаний. В детском оздоровительном центре «Заря» стартовала четвертая летняя профильная смена под названием «Волонтеры культуры. Культурный код. Самарский народ». Организатором стал городской центр эстетического воспитания молодежи. Какую программу подготовили для школьников и какие варианты летнего досуга есть у самарских ребят, расскажем в следующем сюжете. Эти ребята уже не первый год приезжают на культурную смену в лагерь «Заря». Раньше и сами были участниками, теперь будут наставниками для других детей. Разработали программу «Что преподавать, чем заниматься на мастер-классах, какие игры и квесты проводить». Главная задача в этом году – познакомить школьников с добровольчеством в сфере культуры и научить их навыкам, которые позволят помогать людям. Это прежде всего люди, которые будут как-то просвещать, консультировать, помогать, может быть, наставлять, может быть, что-то советовать, рекомендовать, исходя из ваших предпочтений. Это люди, которые стараются разносторонними быть во всех сферах культуры, разбираться и в музыке, и в фильмах, и в живописи. Поэтому я считаю, они в действительности будут помогать обычным обывателям. Мы приготовили очень много просветительских мероприятий, образовательных тренингов, и мы очень надеемся, что ребятам понравятся наши уроки. Тема «Волонтеры культуры» выбрана не случайно. Центр эстетического воспитания детей и молодежи в этом году подготовил проект по данному направлению. Теперь через различные мероприятия привлекают в это движение школьников. В течение двух недель 210 детей станут участниками насыщенной программы, кульминацией которой будет масштабная театральная постановка по произведению Белых и Пантелеева «Республика Шкит». Каждый отряд будет готовить свою сцену вместе с наставниками, и в конце это все выльется в очень такой грандиозный большой спектакль. Именно такую форму итогового мероприятия мы попробовали в прошлом году. Получилось очень хорошо, и в этом году мы решили такую вот хорошую традицию продолжить. Всего в ведении городского департамента образования шесть загородных лагерей. В них проходят различные тематические смены. В лагерях реализуются образовательные программы туристко-краеведческой, волонтерской, технической, спортивной, патриотической и художественной направленности. Сейчас уже начался блок четвертых смен. Детям это очень нравится, они активны, они не сидят на месте, и мы получаем только положительные отзывы о работе наших лагерей. Кроме того, в городе летом работают 189 лагерей дневного пребывания. Таким видом досуга смогли воспользоваться более 15 тысяч детей. Андрей Горгуленко, Петр Паломеев. События. 23 июля во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдет международная матчевая встреча «Бокс на Волге» между командами России и Сербии. Бои пройдут в семи весовых категориях. Главный бой вечера пройдет между россиянином Артемом Суслинковым и американцем Кевином Джонсом в супертяжелом весе. Подробности расскажем далее. Воскресенье в Самаре обещает стать по-настоящему жарким. Фанаты бокса смогут увидеть матчевую встречу между командами России и Сербии. Бои пройдут в семи весовых категориях. Сборную команду России представят Игорь Свиридченков, Максим Кузнецов, Нурлан Сафаров, Хикмет Гараев, Дмитрий Дводненко, Андрей Косинков и наш земляк Алексей Салмин. В рамках встречи состоится главный профессиональный бой вечера между россиянином Артемом Суслинковым и американцем Кевином Джонсом в супертяжелом весе. Перед вашими глазами мужчины-герои. Я не сомневаюсь в большом чемпионском будущем Артема Суслинкова. Я не сомневаюсь в том, что Кевин уже сделал бокс и еще сделает то, на что можно будет посмотреть. И не сомневаюсь, что это будет один из красивейших поединков за всю историю бокса. И это будет в Самаре. Какой будет бой, я не могу вам сказать. Он будет интересный. А сколько он продлится, это вы сами увидите. Будем боксировать. Приходите все посмотреть на красивый бокс. Очень радуюсь, когда у нас в регионе проходят такие прекрасные вечера бокса. Вам огромное спасибо, что популяризируете спорт. Я знаю как спортсменов из сборной России, потому что я много лет был в сборной России, так и спортсменов из сборной Сербии. И на самом деле будут очень конкурентные бои. Напомним, в марте в Самарском дворце спорта состоялась международная матчевая встреча по боксу между командами России и Беларуси с участием сильнейших спортсменов двух стран. Такие мероприятия всегда становятся импульсом для развития бокса, привлечения детей и молодежи в спорт. В Самарской области при поддержке правительства региона уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Сегодня в губернии более 10 тысяч жителей систематически занимаются боксом. По итогам 2022 года 25 спортсменов региона вошли в состав сборных команд России. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Куйбышевского района в телеграм-канале напоминает, что на календаре 20 июля, а это значит, что сегодня весь мир отмечает Международный день шахмат. Само название игры происходит от персидского названия «шахмат», что означает «властитель умер». Всежелающие приглашаются в Ерик-парк, ведь там есть специальные столы с игровым полем, которые позволят любителям интеллектуальных игр посостязаться на свежем воздухе. Администрация Самарского района напоминает, что в регионе работает губернаторский проект содействия, который помогает жителям благоустраивать свои дворовые территории. Совместными усилиями с жителями Самарского района за последние пять лет удалось преобразовать пять территорий, которые сейчас пользуются популярностью. Это концертная зона Сквера Высоцкого в 2019 году, детская игровая площадка «Гитар-парк» Сквера Высоцкого, 20-й год, детская площадка «Веселая ферма» по адресу Максима Горького, 107, 21-й год, расширение внутриквартального проезда и обустройство парковочных мест «Наш уютный двор», улица Самарская, 70, 22-й год, детская площадка «Мечта» по адресу улица Некрасовская, 25, 22-й год. Районные власти предлагают действовать вместе и дальше. Для того, чтобы получить отремонтированную территорию, нужно активно участвовать в губернаторском проекте «Содействие». Администрация города в телеграм-канале «Вести» с Дворянской рассказывает о том, что в областной столице проходит физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». Все желающие могут присоединиться к тренировкам на площади Куйбышева, набережные в районе Первомайского спуска, а также в парках Гагарина и 50-летие октября. На каждой из них за самочувствием любителей активного отдыха следит медработник. На площади Куйбышева установлены спортивные площадки. Ежедневно с утра и до вечера у поклонников физкультуры есть возможность испытать свою выносливость, сыграв в стритбол или футбол, присоединиться к функциональным тренировкам. Юные спортсмены уже оценили скейт-парк. В парках и на пляже проходят групповые тренировки танцевальных и функциональных фитнес-направлений. Запись на тренировки не требуется, на всех трех площадках выдаются коврики для занятий. На набережную Первомайского спуска организованы площадки для занятий пляжными видами спорта. Оборудован боксерский ринг с трибунами и большая зона с мешками для бокса. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok